Есть такое выражение. Все мы родом из детства. Родом. Для меня в том слове переплелись два слова. Род и дом. Дом, который нам дорог. А в нём род. Родные и близкие. Родной дом. Он с детства. Детство – это время, когда сбываются мечты. Когда хлеб с сахарным песком – вкуснейшее лакомство. Когда деревья большие. Когда сосульки сладкие. Когда Дед Мороз дарит подарки. Когда тебя любят, и рядом находятся самые дорогие тебе люди. Помнишь родную улицу, которой мерили лужи сапогами? Это было время, когда прощали и забывали обиды. От трудностей они исчезали сами собой. Ведь все мы родом из детства. Учитель не стареет. Он работает с детством, юностью, отрочеством. Он способен возвращаться туда, куда другим дороги нет. Дом, род, родная земля. Человеку свойственна глубокая привязанность к родной земле. Это светлые чувства, лежащие в основе нашего мировоззрения. Это потребность видеть знакомые с детства поля и леса, реки и озера. Потребность в общении с друзьями, соседями и земляками. Это и явление патриотической гордости за историю своего края, своей деревни или города, своей улицы и даже дома. Везде, где живут и трудятся люди, будь то город или село, есть его истории и его герои. Краеведение. Наука о родном крае. Считаю, что этот предмет должен стать обязательным в школьной программе. С 1991 года веду с огромным удовольствием этот предмет. Вижу огромный интерес учеников к истории края. Знания продолжают множество тем для исследования и изучения. После открытия в 2006 году музея велась огромная краеведческая работа по истории школы-гимназии, района, города, края. Рождались темы и проекты. Привлекались десятки школьников. Музей стал школьным центром краеведения и краелюбия. Чувство Родины – не заучивание правил и теорем. Это чувство проникает в нас с молоком матери. Это воздух, которым мы дышим, солнце, которое видим. Чувство Родины пронизывает всю нашу жизнь. А какая она, наша большая Родина? Какая она, наша малая Родина? Изучай и познавай, исследуй и удивляйся. Олимпиада по краеведению. Эта Олимпиада, как и Олимпиада по другим предметам, дает возможность расширить свои знания, проявить себя и, конечно же, познакомиться с новыми людьми. Но отличительной особенностью является то, что участие в ней позволяет ближе узнать свой родной край. Я благодарна Ире Николаевне за эту возможность, потому что именно она подтолкнула меня к участию в Олимпиаде. Но я ничуть не пожалела об этом. Да, конечно же, на подготовку уходило достаточно много времени. Необходимо было изучить большое количество литературы. Но, например, я, когда готовилась, узнала очень много интересной, уникальной информации, фактов, о которых я раньше даже не слышала. Считаю, что краеведение – очень важный предмет. «Мы должны знать историю родного края, ведь это наш дом. И даже когда человек уезжает в другой город, например, учиться, он все равно приезжает домой, к родным, близким, друзьям. Наш родной край – это частичка нас». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова Корректор А.Егорова